Музыка Найти специалиста, который сделает вас красивыми, об этом мечтают все, но не все находят. Хотя выбор-то большой. Причем и ходить никуда не надо. Сейчас есть очень востребованная услуга, вызов мастера или косметолога на дом. Вместе со мной, Александром Колтовым, узнаем, насколько это безопасно и чего нельзя прощать плохому специалисту. Смотрите и запоминайте, к чему приводят уколы красоты на дому. То с глаза, когда закроются глаза на три месяца у человека. Как обманывают мастера педикюра и маникюра. Упаковала она это все в пакетики для того, чтобы клиентка увидела то, что она видит в салонах. Почему мы терпим хамство в салоне? Я сейчас все уберу. Что это такое? Посмотрите, что творится. Да вот, да все, вот, убрал, убрал. Все, все. И насколько опасны лампы в солярии? По субъекту С есть нарушение. Для начала отправимся в салон красоты. Предлагаю проверить, насколько мы требовательны к санитарным нормам и некачественной работе мастера. Проведем эксперимент. И в нем я себе отведу главную роль. Я буду стилистом-парикмахером. Я буду принимать клиентов и нарушать все возможные нормы. Какие именно, выясним у директора салона, где будем проводить эксперимент. Каждый раз после нового клиента кресло должно обрабатываться, протираться. Не должно быть никакой волосинки рядом, на ней. Вот, так же с инструментом. Если мастер работает с инструментом, и у него во время он падает, он не должен его поднимать и продолжать дальше работать. У мастера должно быть несколько комплектов инструментов. После каждого клиента они помещаются в стерилизатор. А рабочее место обрабатывается дезинфицирующим раствором. Вот это мое рабочее место. Здесь небольшой беспорядочек, валяются волосы, разбросан инструмент. Такой бардак. Ну что, будем ждать клиентов. Мы установили камеру. Нам интересна реакция на мои ошибки. Первая клиентка терпеливо ждет, пока я уберу рабочее место. Ее не смущает, что волосы со стола я сметаю щеткой для пола. Потом еще расческу и ножницы. Вроде же, мы чистил вчера. Роняю расческу на пол. И хочу снова пустить ее в дело. Наконец, дама не выдерживает. Требует поменять инструмент. Здесь чисто, я же поймал только, что передо мной прям при вас. Ну, папа, расческа. Клиентка просила убрать всего пару сантиметров. Но у нас есть коварный план. В руке я спрятал прядь искусственных волос. Делаю вид, что состригаю лишнее. Жду взрыва негодования. Но реакция сдержанная. Вы хотели короче? Я хотела длиннее. Но будет хорошо, правда, поверите. Знаете, почему? Почему? Потому что я не парикмахер. А кто? А я ведущий программы безопасности. Меня зовут Александр Колтовой. Но почему же дама так долго терпела мой непрофессионализм? Ее возмутила только грязная расческа. Ну, просто растерялась, потому что крайне себя мастер ввел странным образом. Поэтому я тоже как-то отдалась этому и растерялась. Может быть, следующая клиентка будет более требовательная? И действительно, дама категорически отказалась даже сесть в грязное кресло. Я сейчас все уберу. Посмотрите, что творится. Да вот, да все, вот, убрал, убрал. Раскрываю карты и хвалю за бдительность. А эта милая блондинка терпеливо сносит все мои манипуляции. Я снова якобы срезаю прядь. Только после этого клиентка решает уйти. Останавливаю с извинениями. У вас, на самом деле, потрясающий характер. Вы, наверное, золотая жена. Неудобно было сказать. Неудобно сказать. Это главная причина, по которой мы терпим непрофессионалов и рискуем красотой и здоровьем. Из троих только одна клиентка не побоялась открыто высказать претензии. Не устраивает сервис в салоне или хотите сэкономить, можно вызвать мастера на дом. И не только парикмахера, а, например, мастера маникюра и педикюра. Сейчас попробую воспользоваться этой услугой. В интернете много предложений с отзывами и рейтингами. Вот, например, опыт 10 лет, отзывов много, рейтинг высокий. Сейчас буду звонить. Говорю, что я и моя подруга хотим сделать маникюр и педикюр. Мастер готова выехать на дом. Стоит процедура на порядок ниже, чем в салоне. Это и привлекает клиентов. А подскажите, пожалуйста, у вас инструмент как стерилизуется? Все в скраб-пакетах стерилизуется. Сначала пластик у меня весь промывается, выбирается в ультрафиолет. Как в идеале должен выглядеть стерильный инструмент и в каких условиях надо делать, например, педикюр, узнаем в центре красоты. Это крафтовые стерильные пакеты. При обработке инструмента именно в пакетах меняется индикатор и цвет самого пакета. То есть это изначально пакет белый, в него кладут какой-то инструмент, в автоклав. Да, он запечатывается, ставится число, роспись, ответственное лицо, кто обрабатывал инструмент и каким стерилизационным аппаратом он был обработан. Мастер обязательно надевает перчатки и маску, обрабатывает антисептиком ноги клиенту и только после этого приступает к педикюру. Использование, скажем так, не очень стерильного инструмента к чему может привести? На самом деле, к любым последствиям от заболевания грибка, что является, на мой взгляд, не таким серьёзным, и дальше гепатит, ВИЧ, СПИД. Этот клиент в безопасности. Мастер ответственный и опытный, что тоже важно. Из-за плохого педикюра можно получить вросшие ногти, трещины на коже и не только. Вернёмся к нашим экспериментам. Я и моя условная подруга ждём мастера. Девушка приходит и достаёт уже известные нам крафтовые пакеты. Неужели инструмент действительно стерильный? Как вы стерилизуете в этих пакетах? Это не в пакетах стерилизуется, это стерилизуется в специальных стерилизаторах и также упаковывается в пакеты. А, то есть у вас дома такая штука есть? Да, конечно. Вот такая вот круглая ванночка, там шарики, и они нагреваются до очень высокой температуры. Но в клинике мне объяснили, что инструмент стерилизуется прямо в пакете. В чём подвох, узнаю у эксперта по косметологическим процедурам. То, что вам рассказал ваш мастер, она имела в виду маленькую любительскую установку, которую обычно используют в домашних условиях, она доступна по цене. Но, к сожалению, эта небольшая установка не способна уничтожить ВИЧ-инфекцию или гепатит. То есть у вас нет никакой гарантии, что до этого этот мастер не был у человека, который инфицирован, а потом пришёл к вам. Упаковала она это всё в пакетики для того, чтобы клиентка увидела то, что она видит в салонах. То есть это, наверное, такой домашний маркетинг. Пилочки у мастера тоже не вызывают доверия. Они должны быть одноразовыми, вежливо интересуюсь, какой на самом деле опыт работы и есть ли документы. Для работы нужно просто, чтобы у тебя был сертификат о том, что вот вы прошли эти курсы, вы умеете делать это маникюрно, что учили. Но с собой сертификата она, конечно, не взяла. Нет и лицензии на оказание услуг. Её и быть не может. Такая работа на дому вне закона. Оказание услуг по маникюру и педикюру – это всё равно предпринимательская деятельность. И люди, которые её оказывают, должны предоставлять соответствующие документы. Чем чревато отсутствие этих документов? Просто приведу элементарный пример. Если у нас возникла проблема у клиента после того, как ему были оказаны услуги по маникюру, он обратил внимание, что у него что-то нарывает. Внесли какую-то инфекцию даже. Он не сможет доказать, что какая-то Лена, которая приехала к нему оказывать услуги на дому, что она ему оказала услуги. Потому что подтверждением оказания услуг, в случае чего, если мы идём заказывать это в суде, является чек. Рисковать здоровьем актрисы не будем. Останавливаем работу. Мастер при появлении съёмочной группы спешно засобиралась. Такие процедуры нельзя делать на дому? Ну, как бы вы могли бы и предупредить. А вот я вас предупреждаю, вы пришли ко мне домой. Короче. Столько у вас нарушений. Продолжаем эксперименты. У нас заказан ещё один мастер. Работает и на дому, и в салоне. Стерилизованный инструмент лежит у вас в редикюле. Да, в редикюле. У меня хорошая редикюля, там всё плотно закрывается, и всё как бы... Нет, подождите. Есть требование, да, что если инструмент обработан, то он упаковывается, или он сразу обработан, да. В пакет, всё правильно. А где эти пакеты? Вы же нам не заказали. Ну, как же? Оказывается, мы должны были заказать стерильный инструмент. Удивительная наглость. Зову съёмочную группу. Но есть требования. Вы их прекрасно знаете. Если вы работаете в салоне, что инструмент, вы должны доставать... Пишите, пожалуйста, претензию, отправляйте её в салон. А мы обязательно отправим, поверьте. Это реально что? Выясним, в каком салоне вы работаете. Не вопрос. И вообще, вы знаете, что фотобудилфилка вообще запрещена? Из моего разрешения мне не надо меня снимать. Послушайте, вы у меня дома. Я вообще дома могу делать всё, что угодно. Вы меня что, купили? Мы вам ещё покажем, каким страшным последствием приводят уколы красоты на дому. То сглаза, когда закроются глаза на три месяца у человека. И когда ультрафиолет в солярии опасен для здоровья. По субъекту С есть нарушение. Ещё одна популярная услуга – вызов врача-косметолога. Или он принимает у себя на дому. Можно сделать масочку, чистку и даже уколы красоты. Что такое уколы красоты? Это инъекции ботулотоксина и различных филеров. Я вообще-то парень несовременный и никогда себе этого не делал. Впрочем, и не собираюсь. Но процедура очень востребована. Давайте посмотрим, как сделать её правильно. Я пришёл в клинику косметологии и красоты. По закону проводить такую процедуру может только дипломированный врач. И обязательно в специальном помещении. Оно должно соответствовать санитарным нормам. Первое правило – мы можем колоть что-либо только в условиях процедурного кабинета. Моющиеся поверхности, санобработка, кафель, стерилизатор, наличие стерильных лотков, инструментов, которые дома держать сложнее, и контролировать этот вопрос сложнее. Поэтому нет и нет. В жилом помещении по закону работать нельзя. На такие медицинские услуги нужна обязательная лицензия. Препарат для инъекций врач должен готовить на глазах у пациента. Мы достаем препарат из холодильника, показываем пациенту срок годности, невскрытую упаковку. Индивидуальная упаковка, которая будет использована только для этого пациента, вскрываем и разводим при пациенте. У каждого препарата свой номер и сертификат, который врач потом отдаёт пациенту. Перед процедурой обязательно подписывают договор. Вряд ли все эти важные моменты соблюдает косметолог на дому. Стоит об этом задуматься, чтобы потом не жалеть о сделанной процедуре. Они теперь такие огромные. Я не могу говорить. Теперь похоже на утку. Проведём эксперимент. Посмотрим, как эта услуга работает. Найдём специалиста по уколам красоты. И опять в интернете масса предложений. Договариваюсь с косметологом. Объясняю, что приду вместе с сестрой. Она хочет избавиться от морщин. Только вы же должны открывать его прямо при клиенте показывать. А вы документально снимаете, что ли, рекламу какую-то или что? Ну, видимо, всё-таки антиреклама. Во-первых, вы не имеете права делать это на дому. А во-вторых, даже если вы это делаете, вы должны продемонстрировать упаковку. Вы должны вскрыть её. Хорошо, сейчас я вам покажу упаковку. Не-не-не, вы должны были вскрыть её при нас. Прямо мне должны были вскрыть упаковочку. То есть вы мне не уберяете? Ну, я предлагаю сейчас прекратить эту видеосъемку. Вот уберите, пожалуйста, камеру. Не, ну а что-то? Почему вы его возрождаете? Если сейчас как бы... Мы уже не будем делать процедуру, то только без камеры. Да нет, мы уже, наверное, не будем делать процедуру. Вот, да, давайте, если уж мы так снимаем, то снимаем. Вот, смотрите, вот лежат шприцы, да, непонятно. Шприц у вас лежал открытый. Шприц у меня закрыт. Нет, нет, лежал у вас. Вы уже... Подобный шприц. Что в этом шприце, непонятно. И даже медицинский диплом дама показать не может. Вернёмся в центр косметологии. Уколы красоты требуют не только диплома, но и серьёзного опыта. Надо точно знать анатомию лица, как работают мышцы и как они могут отреагировать на тот же ботулотоксин. Последствия от неправильных уколов самые печальные. Можно просто сделать инъекцию не в ту мышцу и получить какой-то... Да, да. Получить какой-то перекос, либо это будет птоз брови, или, может быть, даже птоз глаза, когда закроются глаза на три месяца у человека. Или, не зная анатомию лица и точки опасной зоны лица, мы можем получить какой-нибудь крупный синяк. Ещё одна опасность – аллергическая реакция, вплоть до анафилактического шока. В домашних условиях человека не спасти. Ну а чем закончился наш визит к косметологу? Возмущённая дама выставила нас за дверь. Если вам это недостаточно, безопасно. Пожалуйста, покиньте помещение. Я договорился ещё с одним косметологом, отправлюсь к ней сам. Никаких уколов делать не буду, буду ограничивать освежающей маской. И посмотрю, в каких условиях она ведёт приём. Пока косметолог накладывает мне маску, выясняю, что уколы красоты она тоже делает. Кабинет – это захламлённая комната, посередине кушетка. Но косметолог говорит, что в салонах бывает ещё хуже. Например, там, где она раньше работала. Там не по нормативам сделан кабинет. Нет окна, обязательно должно быть окно. Слушайте, ну вот у вас есть окно в комнате, а кафель – нет. Ну, но у меня и цены совсем другие. Дезинфекцию я тоже провожу. Нет, ну как, вы же не сможете штору так же, как кафель, правильно? И опять главный аргумент – низкая цена. В два раза ниже средний по клиникам и салонам красоты. И клиент не переводится. Таких специалистов даже серьёзное наказание не останавливает. Врачи не имеют права этого оказывать, потому что это преследуется по уголовному законодательству. То есть здесь уже есть уголовная ответственность? Да, да. Дело в том, что косметология отнесена в любом случае к медицинским услугам. Для этого необходима лицензия на осуществление медицинской деятельности. Отсутствие этой лицензии является уголовно наказуемым деянием. В первую очередь, это уголовная статья, которая связана с оказанием услуг без специального разрешения, либо это не обеспечение безопасности оказанных услуг. Проблема только в доказательстве вины. Ведь работает косметолог на честном слове. А вообще, то есть нужна же какая-то лицензия, правильно, да, чтобы колоть вот эти... Медицинское образование обязательно нужно. А у вас есть? Обязательно. Да, у меня есть медицинское образование. Фельдшер, да? Нет. Я пока учусь, я пока младшая медицинская сестра. Младшая медицинская сестра. Причём с постоянной клиентурой. Поразительно, с какой беспечностью ради экономии клиенты рискуют здоровьем. Есть ещё одна услуга, которая может быть опасной при несоблюдении норм. Это загар в солярии. Какие могут быть вредные последствия и как себя обезопасить? Сейчас разберёмся. В этой студии загара сегодня плановая замена ламп. Они бывают разной мощности. В зависимости от этого время работы тоже разное. В среднем от 500 до 1000 часов. А как проконтролировать, сколько часов отработали лампы? Есть какой-то счётчик у вас? Ну, счётчик существует у нашего техника. Который периодически замеряет излучение ламп. И ещё у нас есть в программе, в самой программе, по которой мы включаем кабинки, по которой видно, что, допустим, за сегодняшний день лампы проработали 2 часа, а за месяц они 32 часа. Ну, этим мы тоже контролируем. Если лампы работают больше положенного, то эффективность загара снижается. Кроме того, появляется вредное излучение. Оно опасно для кожи и может вызвать серьёзные заболевания. Но эта девушка может не волноваться. Здесь лампы абсолютно новые. Убедиться в этом можно, попросив вот такой сертификат, в котором указана дата замены ламп. Сейчас, вместе со специалистом из лаборатории экологической экспертизы, посмотрим, какое излучение дают старые лампы. Есть нормы для соляриев. Во-первых, по мощности ламп, они не должны превышать суммарно в диапазоне по ультрафиолету А и Б суммарно 35-40 милливатт. Это новые лампы должны давать. Если они дают меньше 50% от заявленного, то их необходимо менять. Также по диапазону С излучение вообще не допускается. Проводим измерения. Лампы должны нагреться. Чуть больше 20 милливатт на квадратный сантиметр. То есть вот эти лампы уже достаточно старые, их необходимо менять. Лампы меняют прямо на наших глазах. Проводим повторные измерения. Теперь ультрафиолетовые спектры А и Б в норме. Вредного спектра С нет. Я одолжил приборы для измерения ультрафиолетового излучения у эксперта. И сейчас проверю качество ламп в других соляриях. Я пришел в салон красоты средней руки. Оплачиваю 5 минут в солярии. Но загорать не буду. Сразу приступлю к измерению. Излучение спектров А и Б в норме. Но есть спектр С. Самый опасный. По субъекту С есть нарушение. Вот мы видим, мощность поток составляет 12 ватт на квадратный метр. А быть его вообще не должно. Требует сотрудников салона сертификат на лампы. А есть сертификат у вас? Есть сертификат. Можете показать? А на основании чего я вам должна показать сертификат? Вы кто? У меня есть чек. Я только что получил услугу у вас. Сертификат так и не нашли. Сказали, завтра приходить. Проверю еще один салон. И снова излучение спектра С. И снова никаких документов на лампы. Зато есть в наличии акции, скидки, неприлично низкая цена на услуги. И от клиентов отбоя нет. А как известно, где есть спрос и есть и предложение. Выбирайте специалиста обдуманно. Не гоните за низкой ценой и требуйте качественного оказания услуг. От этого зависит ваше здоровье. Помните, ваша безопасность начинается в вашей голове. ваше здоровье. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова